И снова о пелёнках. Нам расскажет сейчас Надежда. Я пробовала сажать пелёнки из плёнки, как рекомендовала Галина Александровна Кизима. Но у неё эти пелёнки использовались только на начальном этапе. А Татьяна из урожайного огорода предлагает пользоваться этими пелёнками до высадки рассады в грунт. Вот посмотрите, у меня посажены в разных ёмкостях перец, и из-под сметаны, и бутылки разрезанные. И вот, пожалуйста, в пелёнках. Но нисколько она не кожа, эта рассада. А даже корневая система и листьев даже больше. Хотя посажена вложена в то же время. Потому что тут очень хорошо развивается корневая система. Вот какая корневая система. На всю пелёнку. Вот какая корневая система. Её теперь надо ещё... Татьяна теперь рекомендует добавлять в эти пелёнки ещё земли, чтобы было питание. Да, и я снова потом заворачиваю. Вот по горсточке, по двери. Ну, это шикарный фильм. А ты не хотела его снимать. Вот это да. Вот это надежда. Это уже пройденный этап. Ну, ничего. То есть люди уже пользуются, проверили. Им понравилось, и мне тоже понравилось. Ну-ка заверни-ка одну, пожалуйста, на глазах. Подсыпь и заверни. Подсыпать нужно горсточки. И корни пойдут вширь потом, да, ещё? Да, и ставится это всё в банку, в ведёрочка. Вот, пожалуйста. И плёнка, она не газета, а плёнка. Плёнка как-то загибается, как у младенца ножки здесь. Вот, и заворачивается. Видите, уже побольше. А потом куда ты её ставишь? Вот. Потом я ставлю ведро. Вот сюда добавить ещё. Ну-ка поставь ведро, где на всё. И ещё нужно закрепить резиночкой. Безиночкой. Вот снизу резиночку берёшь. Ага, вот так резинкой. Ну, влажную землю нужно, да, добавлять, чтобы она не рассыпалась. И потом снова ставишь, как ты её ставишь? Да. Куда ты? Ведёрка ставлю. А, вот так? Да, вот так вот ведёрка. А это что такое маленькое? А это маленькое, вот такой. Его можно выбраковать. Выбраковать, да. Вот, пожалуйста. Их помещается здесь больше десяти штук. Смотря какое ведёрко. Вот, и всё. Помениваемся опытом. Зарабатываем баксы потихоньку. То есть, эта тара из пелёнок мне даже нравится больше, чем вот эти баночки. А потом её хорошо разбирать, когда сажать. Да. Не надо вытаскивать из этой банки. На низ я наливаю воды, чтобы просто они чувствовали корни, воду тянулись к воде. И поэтому корни такие сильные. А сколько ты воды наливаешь сюда? Прямо на донышко. Сантиметр, да? Да, меньше даже. А, ну что, влажность была. Чтобы, да, чувствовали корни влагу и тянулись вниз. Так, я, Надя, покажу ещё, что у нас тут. Помидоры. Помидоры в Доме Солнца. Вот такие помидоры. Это в баночках. Так, а помидоры ты делала в пелёнках? Нет? Делала. А, вот, вот это, да? Да, вот это без уходка. А, вот, вот они, вот, оформлены. Да, вот они прям совсем небольших таких. Ну-ка, поставка. Вот, видите как, тут сколько? Пять штук в маленьком ведёрочке. Да. Ну что, здорово. Это без уходка. Её сразу можно потом вот оставить. Ну что, вот тут у нас колонна такая. Мы, когда заморозки греем, это из бани. Огромная труба. 50 на 50 сечением в сантиметрах. Когда холодно было, топили, чтобы в рассаде было тепло. Да. А сегодня здесь солнечный день. Сейчас я вам покажу, какая у нас здесь температура и как хорошо здесь рассаде. Сейчас у нас здесь 27 градусов. Вот так. Ну, на этом фильм заканчиваю. Всем удачи!